Здравствуйте, уважаемые, любимые подписчики! Продолжаем проходить мой любимый мод под названием Альтернатива. Походу, сейчас пойдем в путепровод. Я не знаю, чем еще заняться, в принципе, особо нечем. Не, ну можно вот сюда пойти? В госпиталь? А я вообще могу? Ну, смотри, я могу со складов перейти на АТП и всю ебибу пососать. Не, у меня перехода в Рыжий Лес нету, поэтому... Не, ну можно додуматься, конечно, где эти переходы. Тут они и доступны даже несмотря на то, что они как бы закрыты. Если ты их найдешь, ты можешь в них войти, но все равно. Ну, короче, я не знаю, попробуем в путепровод. Посмотрим, что из этого выйдет. Основной сюжет двигать надо, you know, поэтому да. А, для начала мне еду надо найти. Где? Я не знаю. Ладно, предлагаю пойти в путепровод и молиться всем богам, чтобы где-то там я нашел еду. О, нейтральные пацаны. Свобода, Чехов. Мужики, я надеюсь, у вас есть похава чинить. Голоден, голоден, дай похава чинить. Но с ними бухать я не могу, по крайней мере, с кем-то вот я пытаюсь. А, вот могу, держи. Ага, все еще не хотят. Сволочи, никто не хочет делиться тайником. Здорово, здорово. Ну, у него тоже диалогов никаких нет. Сука, они вообще никто ничего не продает. Ну, как так-то? Просто с использованными бинтами ходят в внатаре и все, вы что, бараны? Может мне их убить? Не, убивать свободусов не хочу. Блин, ну неужели у вас тут даже нигде похавать нету? Ну, что за дела вообще? Хотел прочитать комментарии. Случайно в анонимный режим какой-то зашел. Ладно, в комментариях ничего интересного, кроме сходи на Кудыкину гору, за три пизды колена найдешь что-нибудь. А, ну еще по поводу скримера в прошлой серии пишут. Так, пацаны, я уже неделю как сам монтирую видео. От этого я, сука, недоволен. Потому что у меня нет вообще никакого свободного времени. Поэтому этот скример вставил я, признаюсь. А, блин, нельзя здесь перепрыгнуть, да? Невидимая стена. Что-то мне еще в комментариях писали. То, что в госпитале, если я пойду, это сюжетка сталкера. Ну, для сюжетки сталкера. Ну, блин, а зачем мне здесь тогда квест? Вообще, как я посмотрел. Я посмотрел стримы Олега, следствия 6 разряда. Блин, ну тут сюжетки максимально идентичные. Там отличий минимум. Только вот этот основной костяк. Ну, костяк основных квестов. Там, да, вот это то, что, например, за сталкера я пойду не в пути провода, а в какую-то другую жопу. И так далее, и так далее. Все это чисто отличается. Но в целом нужно будет ходить за каждую фракцию по тем же самым точкам, по тем же самым заданиям. А ходить по ним нужно, потому что в них ты получаешь полезные вещи для прохождения. И вот он что-то сказал, да вот, это там другое. Вот, дойдешь до сталкеров. Какой же сюрприз этого чувака ждет, когда я закончу прохождение бандитов. Так, я снова здесь. И мне где-то нужно по фастику отыскать здесь что-то. Что-то тут типа спрятано. Под какими-то машинами или в эмо... О, нашел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Костюмчик. Как одеть? А он не одевается сюда. Баллон с кислородом применяется как костюм с замкнутой системой дыхания. Время действия 3 минуты. Шлем противогаз снят. Шлем противогаз одет. Зашибись, и чё? Ну это баллон. А сам костюм мне где взять? Ладно, это все, конечно, замечательно. Но я прописал ГГОД, чтобы посмотреть. Ну, про это мне говорили или нет? Баллон это круто, конечно. И у меня выполнилось задание найти защитный костюм. Ну какого хрена оно выполнилось, если экзоскелет не считается защитным костюмом по ходу? Я не понимаю. На ноль я одеваю только шлем противогаз. Может, на какую-то отдельную клавишу нужно еще вот эти баллоны одевать? Потому что как только я подбираю эту тему, написано то, что задание выполнено. Может, я о чем-то поговорить с тобой должен? Вот мы попали в Путепрод, какие дальнейшие действия будут двигаться, тогда двинули. Ну, здорово. А костюм мне где найти? Я сейчас побегаю и посмотрю, конечно. Чё-то я сомневаюсь, что где не Сева валяется какая-нибудь фришная, халявная, да? Найти код. Клево. Короче, чел прям сказал, костюм замкнутой системой дыхания. Ну и типа еще баллоны разбросаны и так далее, и так далее. Ну чё-то я тут никакого костюма нахрен... А-а-а-а. Всё, я закрыл свое лицо, как обычно. Где он? Где-то тут отмечается? Не могу понять где. Или я подобрал? Нет, не подобрал. Во-во-во-во. Так, теперь я одеваю это. Всё. Гайгот оф. Ладно. Мне это напомнило один момент. Зашибись. Так-так-так, быстро. Теперь без бессмертия это всё делаем. Честно. Опа. Взяли. Надели. Шлемочок. Опа. Экзоскалет выбросим пока что. И вот здесь мы ещё находим баллоны. Всё. Так, другалёк. Погнали. Вот что-то я не понял. А что мне делать с... А, всё. Я воздух заглотнул, да? А, нет. Не заглотнул. Я только пестрон заглотнул. Ну ладно, вот всё. Я одел шлемак. Теперь нормально должно быть. Чё мне с экзачом делать? Я же не могу его здесь оставить. Что меня дамажит, блядь? Я вообще не понял. Я одел шлем. У меня баллон с газом превратился в пустой баллон. И чё? Всё. Три минуты таймер. Зашибись. Что мне с экзачом долго делать? Помогите. Мне нужно как-то разгрузиться. Но как? Что мне скинуть? Вот давайте думать вместе. Водку. Слишком много. Могу? Не могу ходить. Мне нужно ещё 6 килограмм каким-то образом скинуть. Каким? Ну я же не могу экзач тут оставить. Или могу? Походу мне придётся с ним расстаться, господа. Я за ним вряд ли смогу вернуться, мне кажется. Ну вот подствольные гранаты в теории. Но мне сейчас очень жёстко надо будет тогда скидывать, если я хочу унести ещё экзоскелет с собой. Что ещё? Наборы может? Поскольку они весят? По полтора килограмма. Придётся, придётся, парни. Так, и ещё что-то нужно скинуть. Если будет возможность, я вернусь за этим лутом. Но если нет... Ой, ну ты такая тупая баранина. Ну подбирай, подбирай. Жри просто. Я не знаю. Тут же ещё где-то должны быть баллоны, я думаю, по-любому. Не может же быть всё настолько печально. Да, да, да. Звуки, звуки давай. Свои страшные. Так, тут аномалии нету. Бляха, тут зато есть снорк. У меня 36 секунд, господа. Что делать? Всё сохранение. Но мне кажется, я с этим сохранением сейчас пожру говна. Всё, начинаю задыхаться. И что делать? Снимать трусы и бегать, очевидно. Что ещё можно делать в этом моде? Ну, о, о, о. Повезло, повезло. Сюда лут. Отлично, ещё 3 минуты. Так, ты где? Чё ты сел? Я не знаю, ладно. Я должен каким-то буем открыть дверь. Каким? Путепровод Припять-1. Дверь открывается вводом куда. Нужно найти запись правильного куда. Запись может находиться в любом электронном носителе или даже на бумаге. Чё мне это даёт-то? На самом деле, ровным счётом ничего. Опачки. Опачки. 5 баллонов на 5 минут. Чудесно. Правда. Ладно, полежи здесь. Это хотя бы лучше, чем вскармливать этому барану. Я потом вернусь за экзачом. Я думаю, как-нибудь так замутим. Чтобы я пришёл сюда, у меня активировался баллон на 5 минут. Новый, свежий. И я за 5 минут, думаю, там добегу до финала. То есть я с финала вернусь сюда. Ну и вы поняли. За 5 минут я буду должен по-любому отсюда до финала добежать. Учитывая, что дорога будет расчищена. Главное не забыть про этот экзач. Если я забуду про этот экзач, то разрешаю бунт в комментариях. Ну а вот она бумажка какая-то. Какая из них, правда. Теперь надо понять. У них у всех одинаковая иконка. Листок с кодами. А, мне ещё и код нужно подбирать, значит, да? О, баран зашевелился. Ну конечно, когда я уже всё сделал. 984-586. Спасибо за минусуши и спасибо, что ходит со второго раза. Ты чё там? А, ну конечно, пообираться нужно. Он всё ещё молчит. Ну и молчи, партизан. Ну и чё тут за фигня? Дверь закрытая. И какой-то рубильник. Я уже думал, скримеры сейчас будут опять. А где баран-то мой? Ау, баранище. Что с ним не так вообще? Почему он никуда не идёт? Баранище на месте остался. У меня есть ощущение, что я с ним должен был поговорить. Но у меня нет с ним диалога. Ну, по крайней мере, не было ни одного. Так и не разговаривать. Ну и пошёл ты к чёрту. Эх, помню, как в солянке здесь был один огромный. Я вроде со всеми разобрался. Сюда захожу, а здесь ещё один. Сидит, сучёныш. Только хотел выпендриться, что тут ничего не происходит. Как вдруг библиотекарь. Хорошо, что это не библиотекарь, как в тайных тропах, из которого валятся пауки просто тоннами. Иначе я бы тут умер от страха. И кринжа тоже. Ммм, понятно, не всё так просто. Всё-таки нужно в этой большой комнате будет что-то сейчас искать. Ура, сыночек зашевелился. Наконец-то, пойдём быстрее. Finally, finally. Дверь закрыта, нужен код. Надо в машинках поискать, которые здесь стоят. Я пошёл. Понятно, это про первую дверь. Что встали? Здесь, вероятно, находится что-то вроде подземной ЖД-станции. Вон, видишь, купол вверху пробит. А на станции должна находиться карта или информация о путях. Давай сделаем так. Ты поищешь инфу, а я тебя прикрою, если что. Смотри, в оба я пошёл. Вот. То есть мы должны тут инфу о переходах каких-то искать. И сразу ноутбук заспаунился. Какие чудеса, а? Взломать. Загрузка информации завершена. Провертие журнал ПДА. Разделы карты переходов координаты. Журнал, карты переходов, путь и провод. Ага, есть какой-то переход. Координаты, координаты СЧС-2. Бункер-генератор. Очень, очень, очень. Что скажешь, брат, друг? Нашёл, вот смотри. Так, вот путь на Припять. Ну что, пошли? Пошли. А как же та дверь? Или она не нужна нам? Так, ну переход там, в тоннеле. Ладно. Давайте я реализую то, что я хотел. Я вытащу отсюда свой экзоскелет. Я не пойду голожопом. Я что, зря пожертвовал кучей гранат, ремноборами и прочим дерьмом, которые я сочёл лишним внутрь, чтобы я вот взял в итоге и забыл экзоскелет? Или не взял его специально? Нет, я вернусь за ним. Сейчас у нас вот как раз таймер закончится. Я и так 50 минут уже в этом путепроводе сижу. Посидим ещё. Берём экзоскелет, бежим. Ну всё, за 5 минут я думаю, я должен дойти. Тем более то, что не нужно тут, оказывается, весь путепровод проходить. Нам нужен конкретный переход. Ты куда идёшь? Не, ну он реально баранина. Ура или не ура? Ну вообще, наверное, ура. Нам не нужно ходить в этой хрени больше. Однако тут зато холодно. Да, снег, зима, пока я там в путепроводе лазил, уже наступила. Слушай, понятно. А чё, а раз зима наступила, нам греться надо? Или это так по приколу, чистые текстуры изменились? А то вот это вот засохшее белое нечто на экране меня пугает. Да, сари, зима. В этом моде есть смена времён года. Как вам? Ну я такое уже видел, на самом деле. Хотя этот мод, по факту, вышел позже, чем альтернатива. Я не знаю, может, в самой первой альтернативе такого не было. И это завезли только с обновлениями смены времён года. Поэтому не могу сказать, в каком моде оно раньше появилось, в каком не появилось. Но, если чё, мод назывался «Новое время». Тоже трэшеватенький. Надеюсь, я никогда не буду его проходить. Ребят, я может, конечно, уже совсем шизанулся, но вы тоже видите у него рожу. О, да, о, да. Какие звуки прекрасные. Они ещё даже атаковать не начали, но я уже слышу этот мёд для ушей просто. Я один у него рожу на рюкзаке вижу, вот, представитесь. Вот глаза, вот нос огромный. И такая тёмная полоса – это рот. Такая рожа не очень довольная. Там дети. Давай не пойдём туда. О-о-о. Почему мы ночью здесь вышли? Почему не днём? Ну что за... О, нормальный, красавчик. Я голодный и из-за этого злой. Дайте еды, пожалуйста. Куда мы идём вообще? А-а-а. М-м-м. Ладно, на карту больше не смотрим. Контролёры, которые атакуют только меня. Вылетами. Аргумент – бандит-кепка-сева-зомби. У меня есть подозрение, что вылет происходит из-за того, что контролёр пытается атаковать Севу. Ну, вот этого чела с нами, который... Или наоборот. Я вот не знаю. Поэтому я сейчас попробую просто вылететь вперёд и убить контролёра. Но у меня мало времени для этого. Успел. Всё, вылета не произошло, видите? Всё-таки контролёру виноват. Монолитовцы здесь. Всё, этот сразу присел. Ладно, я пойду вперёд. Как обычно. Чё? Чё мы делаем? Чё стоим? Господин друг. Он сам не знает, чё мы тут стоим, чё мы тут сидим. Он ничего не знает. Просто молча меня ведёт в жопу какую-то. Во, призраки. Да, это то, что нам надо. Блин, надеюсь, мне ещё какой-нибудь экзоскелетчик Монолита выпадет и с него выпадет экзоскелет. Потому что было бы найс. Я уверен, там характеристики и переносимый вес покруче должно быть, чем у Долговского. А чё это у меня за кровотечение такое интересное? Даже бинт не спас с аптечкой. Ещё что ли надо? Всё равно по барабану. Но при этом здоровье у меня как-то не особо отбавляется. Или отбавляется. А, ну вот всё началось. Наконец-то действие бинта. Хотя вроде он тут, это, типа быстро действует, как в оригинале. Просто нужно анимацию перед этим подождать. Слушаю. Здесь переход, пойдём через него. Ну всё то же самое. Кому-то стреляет. А я иду по переходу. Следует за мной шаг в шаг. Кто бы мог подумать. Ааа, я тут ещё радиацию нахватал. Это ещё с одетным шлемом всё это время было. Спасибо, папаша. Клёво постояли у машины. А мне и выводить-то нечем теперь. Я всю водку скинул, чтобы перетащить экзоскелет из аптечек. У меня только обычная и армейская. Хреново, это дела мои, оказывается. Ой-ёй, там нет, там много монолитовцев, я не пойду туда. Сейчас я молюсь, чтобы этот чёрт меня уже куда-то привёл наконец-то. Потому что я не знаю, куда он меня ведёт всё время. Неужели на ЧАЭС? То есть вот просто взяли два бандита и внезапно пошли на ЧАЭС. Вообще без каких-либо проблем, да? Ну походу он меня ведёт в сторону ЧАЭС. Конченный. Ммм, там с РПГ ещё жахует. Ага. РПГ, гаусс-пушка. Его вообще не волнует. Вот он встал. Ну присел теперь, извиняюсь. А убивать я всех должен, да? Ты вообще никого участия в этом принимать не будешь. Я даже не знаю, откуда по нам стреляют. Как же этому Вадиму-купцу насрать вот просто? А, всё, мой чел побежал. Ну допустим, бежим. Уэй, пробегаем локу. Нифига он там побежал. Ну как там рывками двигается, непонятно. Ну я до безопасного места какого-то добежал. А ты чё там будешь делать? Чё за звуки? Чё я делаю? Ммм, вот чё он делает. Он пытается воевать с РПГ. Что? Так у меня тут теперь вылет стабильный. Прикольно. Жёстко потел 2 часа, господа, вы не представляете. Это было очень трудно, но я кое-как победил этих монолитовцев. Вот, мне удалось заполучить с них экзоскелет. Причём, если без рофов, реально с каждого из них упал экзоскелет. Я бы сказал трёх РПГшников, со всех упал экзоскелет. Он лучше, чем Долговский, и с ним можно носить в 2 раза больше. То есть, Долговский давал 35 кг переносимого веса, это даёт 70. То есть, теперь у нас проблем с весом не будет. Ну и, собственно, наш Чубрик, когда ему расчистили дорогу полностью, пробежал в этот раз спокойно. Или нет? Что опять? Кого опять ты испугался? Ой, ну да, это страшно. Охренеть, а где урон? То ли дело с Айга, просто изничтожает. Всё, теперь наш очкошник спокойно идёт дальше. Но у нас тут переход на ЧАЭС. А этот куда-то влево пошёл. Может, он ведёт меня не на ЧАЭС? Неожиданный сюжетный поворот. Куда бы он меня не привёл, надеюсь, там будет еда. Потому что я хочу жрать. Здесь переход, пойдём через него. О, я никогда не слышал ранее эту реплику. Вы её слышали когда-нибудь? Впервые вижу. Чё это? Спортивный центр. Ладно, надеюсь, хотя бы тут не будет. Следуй за мной шаг в шаг. Но тут же должна быть еда где-нибудь. Ну, дверь ты не способен открыть. Я на этой карте в мультиплеере когда-то играл. Чё, тебе эту дверь открыть? Ну, давай. А, нет. Чтобы открыть, нужен подходящий предмет. Ты соизволишь мне что-то сказать? Нет. Ну вот, Фомка. Изи. Сразу моментально нашёл. А у меня же своя есть. А, нету. Я её, по-моему, как раз-таки выкинул куда-то, да? Я столько её таскал, она всё никак не пригождалась. А в итоге, в момент, когда она пригодилась, у меня её нет. Ну, и тут три двери, все заперты. Он хочет сюда. Ну, давай, я открою, так уж и быть. Конечно же, это сраная ванная. Душевая. Для хоррора, да? Но он стоит, не идёт дальше. А, всё, он не хочет уже сюда. Чё, другалёк? Всё, застряли мы с тобой. Здесь что? Тоже ничего интересного. А здесь? А, всё, не открывается. А он сюда хочет. А почему эта дверь не открывается? Отсюда какие-то злые звуки издаются. Я, пожалуй, закрою дверь. Не знаю, ладно, я, видимо, должен сам тут всё исследовать. Честно, желание нулевое, учитывая... Так, я слышу, там кто-то заспаунился. Или это у меня за спиной? И за спиной, и не за спиной. Ничего не понял, как они сюда попали? А, ну за спиной, да, всё-таки тоже спаун произошёл. Что же за этой дверью? Бассейн? Все двери ведут к бассейну, что ли? Так, подожди, какая другая локация? Я не хочу пока ни на какую другую локацию. А вот ты хочешь, да? Ты ради этого нас сюда тащил. Но это тоже просто раздевалка, душевая точнее. Самая базовая. И тоже она ведёт в этот спортзал. Короче, я не знаю, для чего эта локация нужна. Но, очевидно, для того, чтобы он сейчас сказал мне. Здесь переход, пойдём через него. Куда же нас выведет чудо-дверь в бассейне? Так, нет, обратно я не хочу пока что. Не, ну хочу, но я не могу. Опять мне с баллонами возиться? О-о-о. А где мне баллоны-то взять, другалёк? Ты думаешь, я с собой засейвил баллоны? А ты скажешь мне мою любимую фразу? Подожди, я хочу услышать свою любимую фразу. О-о, следует за мной шаг в шаг. Я услышал это. Я сейчас откисну, но я счастлив. Давай, давай, армейскую, быстренько. Хоть немного ещё прожить. Собака. Ну, тут, походу, реально не будет баллонов. Я не знаю. Тут просто вонючая пещера. И откуда здесь баллоном взяться? Спрашивается, да? Меня что-то бьёт. А, какая-то херня. Хуйню за ту свою добавил, любимую. Любимую хоррорную подзол УПУ. Баллоны, баллоны, срочно. Где-нибудь. Баллоны. Умоляю. Блесс РНГ. Я не знал, что ещё нужны баллоны. Откуда я мог знать? Я думал, всё, путепровод, конец. А тут мы заходим в какой-то чудо-спортзал, который выводит нас в секретные пещеры. Идите нахер. Где баллоны? Но тут тупик, я надеюсь. Опа, опа, подожди. Нет. Тут будет карта Варлап, но не будет баллонов. Ладно, сейчас подсмотрю в подсказке. Тут вообще есть баллоны. Если тут нету баллонов вообще, то только сила божья поможет мне. Тут не будет баллонов. Тут рассчитано на то, что мы будем клянчить у нашего третьего друга баллоны. То есть тот военный, который у меня изначально был мёртвый, напомню. Я вообще ничего для этого не делал. Он просто вот изначально был мёртв. Я пришёл на агропром сразу как смог. И он сдохший. Он должен был нам давать баллоны на 3 минуты. У него типа можно было попрошайничать всё время. Типа дай мне то, дай мне сё. Ну и вот, короче. Ну ладно, видимо тут придётся... Я даже не знаю, как действовать. А вот так, а всё. А я не могу иначе. Но мне придётся бессмер... Ой, бессмертие прописать. А иначе что делать? Кто-то скажет. Ну выйди отсюда, выйди из спортзала. Из спортзала перейди в центральную Припяти. Из центральной Припяти перейди в восточную Припяти. В восточную Припяти перейди в путепровод. В путепроводе найди баллоны где-то там в жопе, которые ты оставил. Затем из путепровода вернись в восточную Припяти. Из восточной Припяти вернись в центральную Припяти. Из центральной Припяти вернись в спортзал. Из спортзала вернись сюда. Чё, сука, самый умный? Ау, другалёк. Придётся ещё и пролететь его, потому что он застрял. Однажды ведьма заколдовала мальчика. И он мог говорить только одну букву в год. Он накопил 19 букв за 19 лет. И сказал. Ребята, I got this. Он опять присел на очко и сидит. Что тебя на этот раз не устраивает, принцесса? Что мне сделать? Принцесса, ты раздуплилась? Ты пойдёшь куда-нибудь? Ты поведёшь меня? Нет. Он, сука, просто молча сел и сидит. Не говорить я с ним не могу. Ничего я не могу. Я не знаю, чё его не устраивает. Возможно, не устраивает вот этот зомби. Хрен его знает. Так, ну ладно. Допустим, мы тут находим вот всякие приколюхи и карту. В лабораторию в спорткомплекс, в бассейн, на локатор, в лабораторию Эдс. Да, видимо, принцессу зомби не устраивали. Из-за этого он аж подальше решил от них присесть. Да посидеть, помолчать. Ну давай, веди. Куда нам дальше? Чё ты хочешь от меня? Так. Мутанты из метро имеются. Куда же без них? Ну и вот он нас приведёт к этой двери. Которая заперта. Я не знаю, кот к этой двери. А, да? Я думал, знаешь. А чё я ходить разучился? Я не могу ничего сделать. Могу эскейп нажать только. Ладно. В этот раз попробую чисто с ним дойти. Мы пришли. Кот от двери 904-782. Вводи и на поверхность. 904-782. А зачем тогда нужен был вот этот скрипт? То, что при попытке открытия двери ты получаешь квесты, и чел говорит, что я не знаю код, и у тебя зависает игра? Если всё настолько просто. Для других сюжетных линий, скажете вы. Ладно, отвечу я вам. Я. Ура. Или не ура. Мы где? ЧАЭС. КЛЮЧ. Чё происходит, друг? Ты закончить игру решил так быстро, или что это такое? Где мы? Бывшая научная база, где яйцеголовые проводили гидроиспытания. Раньше сюда через Лиманск можно было попасть. Но когда Лиманск стал блуждать, остался только тот путь, к которому мы сюда пришли. Насколько этот путь опасен, ты знаешь. Балуй, кто отважился его осилить. Теперь Лиманск не гуляет по зоне. Осталось найти переход до Лиманска. И у нас удобное место для базы. Здесь будем устраиваться. Осмотрим весь бассейн. Информацию нужно в компьютерах искать. Осмотреть территорию, найти первый ключ. Ладно, у нас есть метка на этот самый первый ключ. Ну такая мини-локация. И типа, чё, тут я буду чилить, что ли? Мы будем чилить. Дверь заперта. А жаль, там верстачки. Что-то я пока вообще не там ещё, где надо. Так, ну в этой будке, очевидно, нужно что-то найти для начала. Да, вот он ключ. Открыть дверь. Какую? Не знаю, какую-то. Суть сейчас будет в том, что я буду искать ключ, открывать дверь. Искать ключ, открывать дверь. Естественно, я не знаю, где ключи, какую дверь открывает каждый из ключей, которые я найду. Но что-то он... Нет, я сюда не хочу обратно. Но что-то он, очевидно, открывает. А этот просто будет ходить по кругу. Ну, потому что может. Я же за него всё сделаю, конечно. Нахрен ему что-то делать. А можно снова оси наступить? А, радиации хватанул. Зато нашёл долгожданную дверь. Клёво. Жаль, что я сейчас умру. Здесь я нахожу второй ключ, чтобы найти ещё одну дверь. Хи-и-и. Вот это квест. И вот это мод. Эх, жаль, что на этой базе нет никаких ресурсов. Только бог спасёт меня от радиации. Ну, кстати, радиация не смертельная. Вообще далеко не смертельная, поэтому нормально. Осталось лишь найти. Ура, я нашёл от чего второй ключ. А, найти третий ключ, я понял. Он ещё и эту дверь открывает. Замечательно. Ну, хотя бы метка есть на третий ключ. Походу мне сюда куда-то, я не знаю. О, да, связка ключей есть. Выбираемся отсюда нахрен. А, нет, прикиньте. Сюда нужны другие ключи какие-то. Ура, найдена дверь, при помощи которого... При помощи... При помощи... Вы поняли, короче. Нашёл дверь, всё. О, тут тоже можно зайти. Нифига себе. И приведёт меня это к ещё одной связке ключей. Ура. Осталось найти ещё какие-то двери, которые я могу открыть. Вот эту дверь теперь могу открыть. Вот это я жёсткий. Может, вот эту я теперь могу открыть? Нет. Или вот это? Могу. Отлично. И тут, наконец-то, я добираюсь... А, ладно, я на секунду подумал, это уже финальная комната. Ну, в этом задании. Но нет. Хотя бы, подожди, можно использовать. Загруженная информация. Какая? Карты переходов. Карта Warlab. Теперь у нас есть та карта в электронном формате. Йиху. Интересно. Когда я открывал сюда дверь, у меня должно было обновиться задание, что типа, смотри территорию, задание выполнено. Но у меня этого не произошло. Хотя я вообще не знаю, как, что тут можно сделать не так. У тебя есть четвёртый ключ. Ты подходишь, открываешь дверь, задание выполнено. У меня есть четвёртый ключ. Я подхожу, открываю дверь, задание не выполнено. Почему? Четвёртый ключ. Есть. Дверь. Вот эта вот должна быть. Я открываю. И потом я должен зайти сюда. И мне, помимо вот этого говна, должно было скачаться информация о переходе в Лиманск. Ни того, ни другого не произошло. Но переход на карте у нас есть. Что не так с этим миром? Я не знаю, что не так с этим миром. Но определённо что-то не так. Я переиграл это дерьмо ещё раз. С поиском ключей. Вот. Снова смотрите. Четвёртый ключ. Всё. Каждую дверь открыл. Всё сделано. Ничего не появляется. Ничего не выполняется. Не засчитывает открыть дверь. Ну и сюда, соответственно, подходим. И нам качается только вот это говнище. Всё. Клёво. Клёво. Зашибись. Ладно, а если я пойду в Лиманск, сюжет продолжится? Похоже, что нет. Что мне делать? Как мне делать? Я не понимаю. Либо со мной что-то не так, либо с этим модом что-то не так, либо с этим миром что-то не так. Я не знаю. Вот такая серия получилась. У меня есть небольшая догадка. Возможно, это из-за того, что у меня нет софта для взлома кампудахтеров. Но я не уверен. Поэтому, если кто-то действительно шарит, напишите в комментариях, почему у меня не сработало. Следующая, десятая серия, скорее всего, будет финальной. На этом всё. Пишите в комментариях, что со мной не так. Спасибо всем бустерам на бусти, которые поддержали меня. Вы видите их на экране. Если вы хотите здесь тоже оказаться, то оформляйте подписку на бусти по ссылке в описании. Периодически буду стараться туда что-нибудь выкладывать. Я как раз таки хотел сначала, кстати, вот эти вырезанные моменты с говном и негативом на бусти залить. Но потом подумал, что нет. На бусти всё-таки будет что-то отдельное и безобидное. Не хочется, знаете ли, урезать контент с основного канала ради того, чтобы там люди на бусти переходили специально. Кому не пофиг, тот поддержит. Всё, всем спасибо и до завтра, я полагаю. Субтитры подогнал «Симон»!